Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. Один из самых печальных дней в истории нашей страны. Именно в этот день фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Это произошло 82 года тому назад. Вероломное нападение в одночасье сплотило все национальности и народы нашей великой страны в борьбе против фашистской чумы. Защищали отечество и дагестанцы, в том числе и каспийчане. Они отважно сражались на поле боя и помогали фронту. 27 июня 41 года на территории поселка Двигательстрой состоялся митинг, на котором был зачитан указ Президиума Верховного Совета СССР о введении своих урочных работ, отмене отпусков и о помощи всеми мобилизованных в армию. В первые же дни разразившейся войны сотни тружеников завода и жителей поселка ушли на фронт. Многие из них добровольцами. 1642 защитника Отечества ушли на фронт. Погибло 1293 человека. 349 вернулись домой. Тяжелым и долгим был путь к победе. Огромных усилий и жертв потребовала борьба с фашистскими захватчиками. Величественный всенародный подвиг в годы Отечественной войны навечно вписан в историю, как самый яркий символ высочайшего патриотизма, массового героизма и братского единства. Великая Отечественная война с каждым годом отдаляется от нас во времени. С каждым годом все меньше становится ветеранов. Нынешнее поколение дагестанцев должны знать, как воевали их деды и прадеды, как бесстрашно они шли насмерть ради нас, сегодня живущих. 22-е дня во многих городах и районах России и стран СНГ проходит мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В центре внимания опять-таки будут ветераны. День памяти и скорби – это не просто день, дань прошлому, это суровое напоминание всем нам о том, какие бывают страшные последствия войны. Сегодня вся страна склоняет головы перед памятью героев, павших в первые дни войны за честь и независимость Отчизны, кто не дрогнул и приблизил своими подвигами Священный День Победы.